Всем привет, дамы и господа! Сегодня я продолжу рассказ о новинках от компании MaxiCosi в категории 2.3. Я уже вам рассказал о предыдущих двух моделях, ссылочки я добавлю в описании. И сегодня я вам расскажу о их старшей модели. Это MaxiCosi Core Pro iSize. Вот MaxiCosi Core тоже я уже сделал обзор, напомню, ссылка внизу будет. А это версия Pro, доделанное кресло, ну как доделанное, и та версия прекрасная, и эта хороша. Здесь просто добавили некоторые моменты, которые сделали ее версией, скажем так, Pro улучшенной. Напомню, категория 2.3 это со 100 сантиметров до 150 сантиметров. Это кресло с приставкой iSize не просто так, оно соответствует требованиям безопасности по новой сертификации безопасности iSize. Это действительно стандарт, который сильно поднял планку требований к безопасности перевозки детей в автомобиле. И, соответственно, этому креслу можно доверять детей. И тем более это кресло получилось... Я вообще считаю это кресло одной из самых красивых, если это можно как-то отнести вообще к креслам автомобильным. Но все-таки я считаю, что это кресло симпатичное получилось. И среди категории 2.3 оно одно из самых, как лично на мой вкус, самых красивых и стильных. Такое вот аккуратненькое, четенькое. Здесь вот видите, у кого салоны с ромбиком на сидениях, это обязательно оценят. Потому что много автомобилей, вот с такой прострочечкой, и это кресло в черном салоне с ромбиками впишется просто прекрасно. Почему бы и не вписать кресло в салон автомобиля, и все однотипно. Но это же прикольно смотрится, правильно? Соответственно, давайте изучим ее с вами, посмотрим, что это за креслица такое. Напомню, 2-3 категории с метра. Соответственно, здесь нет у нас пятиточечных ремней. Ребенок садится, и мы пристегиваем его взрослым автомобильным ремнем. Вот смотрите, сразу высота. Это у нас 100 сантиметров. Это 150. Если обратили внимание, как я поднимаю вверх, оно у нас расширяется в ширину. Соответственно, по мере роста ребенка. Поэтому пространство здесь, с учетом его внешних габаритов, оно реально такое аккуратное, небольшое. В нем внутри навало место. Это его большой плюс. И вот, пожалуйста, оно еще, видите, вот эта часть механически сама свободный ход имеет. Ребенок садится со своим же весом, и получается он его раздвигает. И места реально много. Очень просторное кресло. Так, давайте посмотрим вариант крепления. Ну, не вариант, он тут единственный, конечно. Вот так вот вытаскиваем ремень, просовываем его в подголовник, в специальный направляющий. Вот с этой стороны вам видно. Обязательно ремень должен находиться там. И вот одна из фишек этого кресла. В автомобиле тема нового, подсветочку там забыли включить. И у этого кресла есть особенность. Вот с этой стороны мы нажимаем на кнопочку. Вот, видите. Да, я думаю, должно быть вам видно. Здесь в комплекте идут батарейки. Мы их вставляем. И у нас появляется возможность включать вот здесь фонарик. Здесь сейчас очень светло. Но когда выключить свет, если выключить здесь свет, вот эта часть, где вот у нас замочек ремня, здесь очень хорошо будет освещено. Чтобы вы не щупали, вот нащупали кнопку, ее легко нащупать на прорезине, наторчить нажали. Все, вы нашли куда вставить. Вот такая вот интересная фишка. Как по мне, как говорится, все в деталях. Из деталей строится общий образ кресла. Поэтому я считаю вот этот момент очень неплохой. Соответственно, изучать продолжаем дальше. Как пристегивается ребенок, мы посмотрели. Вот эту фишечку изучили. Теперь посмотрим на материалы. Материалы здесь тоже немножечко изменились. Помимо того, что здесь вот такая прострочка ромбиком с Диана, здесь боковые части тоже поменялись. Они вставили сюда дышащий материал, чтобы кресло меньше, ребенок в нем прел. Боковые части, вот эта вот часть вся тоже изменена. Вот по посадке. Если посмотрите по ссылке предыдущие два обзора на кресла Maxi Cosi, на их новую линейку, то увидите, что я там говорю одно и то же по посадке. Вот в этих новых креслах посадка, как по мне, одна из лучших в категории 2.3. Здесь длинная сидушка. Оно мягенькое. Причем эта модель сильно мягче средней моделечки. Маморион, по-моему, называется оно, да. Вот. И, соответственно, дальние дороги. Здесь ребенку будет намного комфортнее сидеть. Оно реально вот ход сантиметра два. Здесь тоже мягенько. Подголовник тоже мягкий. Вот. По посадке здесь вообще вопросов нет. Что касается комфорта. Здесь есть четкий такой разграниченный свободный ход спинки. Вот мы посадили. Вот мы наклонили. Вот этот угол, он максимальный, допустимый. В автомобиле, когда 2-3 группа стоит, ребенок, помним, да, пристегивается взрослым ремнем. И если мы сильно наклоним, у ребенка сдвинется ремень на горло. Это очень опасно. За этим всегда следите. Я не устану это повторять. Всегда нужно следить за тем, чтобы ребенок сидел правильно. И ремень был на плече и груди. А чтобы понять, насколько вам нужно поднять подголовник, вам очень просто это сделать. Понятие я имею ввиду. Посадили ребенка, опускаем подголовник. И смотрим, чтобы вот подголовник и плечо ребенка было не больше двух пальцев и не меньше одного. Это как раз-таки тот зазор, который дает нам правильную установку. Ремень будет плечо, грудь, никак не горло. Соответственно, запомним маленький лайфхак и пользуемся им. По креплению, если у вас нет изофикса, посадили ребенка, пристегнули, едем. Если же у вас есть в автомобиле изофикс, здесь тоже с этим все в порядке. Высовываем его. Неправильно делаю. А, я кнопку не дожал. Вот. Вот, кстати, здесь батареечку вставляем. И подсветочка боковая работает. Изофикс высунули. Защелкнули. Все. Дальше. Ребенок, ремень в путь. Больше делать ничего не нужно. Так. Что еще вам я не рассказал? По большому счету, по тканям сказал, по посадке сказал, по безопасности сказал. Добавить мне, в принципе, уже нечего. Резюмирую. Мое мнение о новых моделях кресла. Кресел Максикозе в 2-3 категории. Мне абсолютно все три модели новые нравятся. Версии Core мне нравятся тем, что они расширяются в ширину. Вот такая особенность, да, в отличие от другой модельки. И они немножечко помягче. Ну, а в Pro-версии вот эти вот интересные фишки, которые я вам назвал, делают ее еще более интересной. Ну, а по дизайну, вы сами видите, здесь действительно оно получилось симпатичное, красивое. И для тех, у кого салон с ромбиком, так это вообще находка. Вам не нужно заморачиваться с чехлом кресел, перешивать их, еще что-то. У вас же сразу все впишется в интерьер прекрасно. По посадке очень комфортные кресла. Ну, я считаю, одни из лучших. Здесь нет подлокотников, но сейчас тенденция идет к тому, что их большинство производителей, в принципе, убирают, чтобы не ошибиться в установке ремня. Если подлокотник есть, и ремень из-за него вылезет, ремень сдвигается. Это опасно. Поэтому производители их убирают, чтобы родители не допускали ошибок при креплении. Вот, собственно, и все объяснение. Вот, собственно, все. Добавить мне больше нечего. Если вы что-то в обзоре для себя подчеркнули, было интересно, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал. И если все понравилось, внизу ссылка в описании на это кресло на мир автокресел. Можете заказать день-день. На следующий день привезут без проблем. Так что хорошего вам выбора. До свидания.